Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 непонятных, то это очень мало. А тортик ты не заметил? Она начала про какой-то торт рассказывать. Ой, коржик тисто спекла. Он сгорел, обрезала и кремом намазала. Торт, конечно, торт. А что ты на день рождения такой торт ставила, как ты его тортом называешь? Ну, а Ярику я вообще не знаю. Какие капкейки, не капкейки. Ярику я не угодила. Ты ассоста не видишь, да? Молодец. Оксана, я даю тебе этот голос. Я знаю, что против тебя никто больше не проголосует. Печально. Женя, это очень тяжелый выбор, скажу тебе честно. Но я не могу сказать, что ты был самый слабый. Я считаю, что этот выездной конкурс был одним из лучших для тебя и ты сделал какое блюдо, которое сказала тебе капитан. Но если просто рассудить как по процессам, то это как бы самый легкий процесс. Только из этих убеждений я даю тебе этот голос. Надеюсь, ты выйдешь с него. Слезы начались из-за фразы, что это была твоя лучшая командная игра в конкурсе, но мы должны и обязаны проголосовать против тебя. Что я старался, это действительно было мое лучшее участие, но обязаны в такой ситуации проголосовать против меня. Я сначала уже решил, что я буду голосовать против Жени Поливина. Не потому, что он поганый кулинар, или не потому, что мы проиграли из-за него, а потому, что просто... Ну вот у него процесс был самый простой. И второй голос у меня за Никиту. За Никиту второй голос, потому, что как бы претензии к тому, что он что-то приготовил плохо, нет. Я считаю Никиту самым сильным в нашей команде. Я считаю, что Никита будет хорошей возможность доказать то, что он хороший повар и тоже снять этот факт. Никита, как и богатая балака про кулинарию, про то, что он там богато знает. И для него это тоже шанс доказать, что он не пустое место, то есть, что не надо бояться черного фартуха Никите, что он достойный повар. Никита, видно было в глазах Ольги, что она хотела от тебя помощи, она дала тебе самый сложный процесс среди всех. Она надеялась в тебе, но был не тот результат, который она ожидала. Не забирайся на ту скалу, которую ты не сможешь добраться до верха. По словам Жени, я вообще ходил с одной ногой и курил сигарету. Но реально перебор, по-моему, в Жениных словах некий был. Вита. Да, зайка моя. Так получилось. Ничего страшного. Мой голос, ты знаешь, что мы дружим, но это не значит, что какие-то у нас личные или какие-то эти. Просто твои капкейки, они не потому, что они были плохие, просто они мне мешали делать мой процесс. То есть все духовки были, ну, они десертами. Интересный расклад. На этой полке мог бы стоять мой поднос. Ага, я поняла. Просто стояли шесть формочек, и они просто мне, ну, мешали. Извините, я сначала поставила капкейки. Ну, какого черта, когда я открыла духовку, посмотри, как там мои капкейки, там стоял противень с картошкой. Я вот такие глаза сделала, думаю, ну, зараза, я подойду к тебе. Мальчик, ты с мальчиком еще с перчиком, ты понимаешь? С таким перчиком, что народу и не снилось. Я думала, он такой скромный, тихий, в тихом омуте и черти водится. Я бы сегодня голосовала против Диани, но Диана в черном фактусе, в принципе, ей повезло. Ну, вона, честно, минимум на 50% викладывалась в нашей команде, на мою думку. Ну, я голосую против Жени, потому что Ренечка я тебя очень люблю. Я понимаю, что на твоем месте могла быть я, ну, как бы я готовила бы картошку, честно. Ну, картошки было не то, что мало, вона была, ну, самая легшая, честно. Вита. Мені не сподобалось те, что ты там что-то хотела доказать Ольге. Ну, в принципе, свои советы давала, там, насчет кремів. Ну, в принципе, на мою думку, Ольга знает краще, чем ты, как делать это все. Я стою и думаю, Оксана, Оксана, ну, сколько ты вот, ну, такой подлый человек. Я могла же так же сегодня, точно же так же проголосовать. Крем был, фуфло, там, вот это сахар на зубах был, это раз. Крем в Галиме. Сколько раз просила, там, сделать еще что-нибудь, она кричала, сейчас будет тебе крем, сейчас будет тебе крем. Она суперечилась с Ольгой Макновской, пыталась ей внушить свое мнение, свою тюкрема, что Ольга говорит, там, типа, Оксана делает итальянский маринго, она говорит, давайте я сделаю шоколадный, там, ганаш шоколадный. Ольга говорит, не надо, но она все равно пыталась доказать свое и делала так, как она считала Вита. Вот те моменты, которые Оля запрещала Вите делать, Вита все-таки сделала, и в итоге это реально принесло определенную копеечку в нашу общую казну. Никита, мой голос тебе, потому что от тебя только голос, а действия от тебя нет. От тебя лучше. Диана, короче, уперлась своим единственным кривым рогом в стенку, а на этой стенке большая надпись, что Никита много говорит и мало делает. То есть, это такая человеческая тупость, есть такое понятие. И, к сожалению, у Дианы на ярко выражено. Вита, мой голос второй тебе. Меньше улыбок, больше действий. Улыбка и доброта спасет мир. Нефиг ходить всем улыбаться, всем лизать в жопу, а потом в конечном итоге п***ься, каждого за спиной. Никита, ничего личного, просто... Бизнес. Просто. Вообще, даже этот голос вообще не считай. Смотрит на меня и думает, Ладенкова-Ладенкова, знаешь, такая ехидная улыбка. Ну, все. Она Ладенковой, полетела голова Ладенковой прямо под откус. Просто так. Вот, ну, вот решила она так. Просто так. Сказала, что да, Никита не считай этот голос. Я говорю, ну ты судим, скажи, пусть они тоже не считают этот голос. Я-то его могу не посчитать. Ты выберешься. На, 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 на. Ты, красный, ты самый сильный. На, на, на тебе еще. Женечка, да, за тебя только из-за того, что все-таки ты картошки, да, наготовил, но почему-то открывая капкейки, везде что-то вмешала мне картошка. Понимаешь, не пойму. Или лыжи не едут, или я стою, знаешь. Открывая капкейки, стоят, не пекутся, внизу противень. Полива, да, обещал пять противней и картошки, из которых два только сделал. Извиняюсь, картошку разрезал, специями посыпал, выпек. Это великое, шедевральное блюдо. Извиняйте, сори, не хочу даже ничего говорить. И Мартыновская, Оля была недовольна. Вита и Никита. Конечно же, ни Никита, ни Вита сегодня не ожидали, что они будут в битве черных. Все думали, что они сольют Женю, поднимутся на балкон и будут себе прекрасно стоять, смотреть там, как Женя справляется или не справляется с заданием. На самом деле, почему я хотел, чтобы на Никиту надели черный форт? Потому что он самый первый орал, давайте Женю мочить, давайте Женю мочить. Вот сам такой здоровый, двухметровый бугай и на этого бедного, несчастного Женю, понимаешь? И мне так это возмутило, мне всеми фибрами души моей и тела захотелось, чтобы именно Никита оказался в черном фартуке, вот в той шкуре, в которую они хотели нарядить Женю сегодня. Ну что ж, красная, поднимались на балкон. Есть несколько хороших новостей для вас и одна плохая. Как обычно. Хорошая новость в том, что кладовая с продуктами вам не понадобится. все продукты для блюда на ваших столах. Вся необходимая посуда тоже перед вами. И блюдо вы будете готовить очень простое. Глядя на ингредиенты, что это по-вашему? Овощную рагу, какую-то овощную рванку. Рататуй. И вы абсолютно правы. Вы будете готовить рататуй. Слава Богу, никаких кулинарных излишеств, никаких сложных заданий. Слава Богу, мы делали с легким испором. Но только ножей нету. Вот это малеха запугивал. Рататуй – это легкое здание. Это же четвертый сезон. Ну, блин, какие могут быть легкие задания? Тут не... Сейчас не давай закрытыми глазами будут. Либо привязаны. Ну, тут меня смущает полоса. Как бы, куда она ведет? На соседний стол она ведет. Либо через стол, либо через два стола. Ну, как бы, как прожонглируют этими полосами. Этот момент вообще был непонятен. Что за метки? Еще такие, знаешь, кислотные, опасные. прям, ва-а-а, что-то выливать буду, что-то кидать, кислоту какую-то на них, блин. Стрем, стрем, стрем. Пришло время озвучить плохую новость. Сделайте два шага назад. Яй! Никита одешел назад. На три шага, на два. Владинкова одешла назад. Ярик одешел назад. Диана отповзла назад. И все стоят, и у них два, чи полтора метра до стола. Руками туда не дотянешься. Ногами туда не дотянешься. Ты же не будешь ногами ризать баклажаны. Ты же не будешь пальцами ног что-то сделать. Ну, это вообще уже. Ничего нет. Силой мысли. Два шага назад, я понимаю, что реально не дотянулся до этого всего. Не дотянулся до поверхности. И у меня, блин, я реально, я кроме звездных войн ничего не вспомнил. Что с силой мысли передвигать предметы и нарезать? За эту линию вы сегодня не сможете заступать. Что? Вы не уявляете, как готовить на такой отстанке? А, очень просто. Сейчас увидите. О! О! Ха-ха-ха-ха! 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 Ха-ха-ха! Выходит циркуль, короче. Человек-циркуль. Короче, у них такие, типа шесть, как у Бубки, вот он был. На конце два пальца. Ну, именно подавать, цепануть, тут мешануть. Не извиняйся. От я не пойму, что суди ночами не сплять, думают, такие завдания. Ну, вообще, как можно было додуматься, вот такие завдания, те ножи, ложки, вот эти вилки, грабли, короче. Ну, вообще, честно, был в шок. Я подумал, что Эктор с Николаем шутят, что на самом деле сейчас они придут и просто им надо приготовить хорошую рататуль. Но я знал, что это четвертый сезон, мастер-шеф. Матерь Боже, что это такое? Не, не, не. А как же печку включить? А я воду налить. А как же масло туда налить? Ну, на рыбалку я хожу, поняли? Вот так делали, значит, Николай, я когда-то сяду на кухне, каждый день с этими, блин, штуками работаю с ними, я тупо офигел. Ну, я их представил, як это можно стоять, вот так вот даже просто, значит, взять рукой палкой и вот так просто выстоять. А еще, если ты при этом будешь тянуться на цыпочках, то еще и ризать, вот там давить, то тебе рука отсохнет. Женя палива до всевы и рыдал вот такими слезами шанхайской девственницы. Я испугался, сильно испугался, я не знаю, я стою молюсь, и я не знаю, маму вспоминаю, бабушку, дедушку, всіх вспоминаю, помогите мне, думаю, помогите справиться вот с этим заданием. Чого вы так злякались? Рататуй, это ж просто класичная страда. Но, конечно, вы должны помнить, секрет вдалого рататуя в нарисе и в правильной последовательности додавания ингредиентов. Сначала цибуля, потом баклажаны, болгарский перец, цукини, кабачок, и на остаток помидоры и зелень. Чтобы приготовить рататуй, у вас будет 45 минут. Чем готовить, вы найдете в девайсной кладовой. Время пошло! Ребята, давайте, чтобы... Да, давайте, давайте. Давайте так, чтобы всем четко было. Вот, надеюсь. Эту историю. Ужас этими палками. Я не помню, что у меня первая попалась в руки, но больше всего мне нравился крюк и грабли. Наряжают себе наборы у каждого на конце ложка, лопатка, вот такие, вот такие и... Какое там? И вот такие. Да я тебе говорю, самурайский набор просто был такой именно. Я боялся, как они сейчас не начнут себя друг друга лупашить, там, эти рюмеси ворезать. Я, я дивился, и мне было честно, мне было и смешно, и страшно. Я думаю, сейчас Ладенкова будет все позы балета показывать и боком, и сприскоком, и раком вставать там, чтобы готовить и раком вставать. Опа! Ловись рыбка большая, маленькая, ловись рыбка большая, маленькая. Конечно, терялась, потому что, думаю, крюк, ну, крюком попробовала этот лук крюком, да что-то оно плохо получается, взяла вот это, вот это вот, какую-то вилку такую, значит, эх! Замахнулась, вроде получилось, начала резать. Как бы Вита начала спокойно, она как бы начала там выцеливать все размера, там еще там, пилочкой вот этой начала пилять, чтобы нарезать именно те фигуры, которые она задумала. давай речь, 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 сколько можешь, речь, да, молодец, речь. Давай, 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 молодец, умничка, давай еще. Я переживал за Ладенкову, честно, она, я на ней тоже гоню, она тоже там, она со своим приветом, но мне было жалко Виту Ладенкову сегодня, мне было жалко, что она попала вот так вот нежданно, негаданно, в этот черный фартук. Ну, если взять Виту, она просто стояла, рубала, как тяпала, знаешь, по этим, оттяпала себе там куски кабачка, куски баклажанов. Порубаю так сверху, да, вот так, все, на рагу пиде. Как на городе полос. Аккуратно, не сильно распризываешь. Все, бери лопатку и перебрасывай на сковородку, на сковородку масло надо налить. Это равносильно, что кто-то меня бы попросил сделать ювелирное изделие при помощи иголочек. Вот равносильно, ты понимаешь, ну, попробуй, ты достать. Во-первых, это же все надо надавить, это сила должна быть. Потом, ну, это все как-то подвинуть к себе, всем этим как-то оборудованием управлять. Это, ну, жесть это была. А ты что там смеешься, Диана? Все хорошо получается, да? А, Боже, я тебе говорю, любимая моя, блин, это капец. Просто, я тебе, я не знаю, там, вулкан эмоций такого швыряют постоянно именно, как у нее это все происходит вообще, что у нее в голове творится интересно, я тебе говорю. Вот, когда нитку обрезал, уши отпали, ну, я думаю, такое, я тебе говорю, происходит примерно. Да у меня ужасные эмоции, у меня так с нарезкой проблемы, с аккуратностью, деликатностью, турбулентностью, у меня вообще куча проблем, куча фобии, я руки не могу собрать и так, за ровным столом, а тут у меня еще полтора метра впереди, я чувствовала себя каким-то крановщиком, блин, это жесть, ужасно себя чувствовала, да ужасно. Твою мать! Я включила плиту ложкой, я офигела, я вообще думала, что таких спецэффектов у нас не может быть, я говорю, оп, она включилась, ну, прикольно, думаю, дело пойдет, а плита меня обрадовала. А у меня воды не... Ай, а как я воду возьму? Ложкой. Нормально все себя чувствуют? Я не... Я переживала, потому что она все делала неаккуратно, у нее чуть раз десять, наверное, не упала сковородка. Диана, сейчас упадет, потом поднимать будешь. А что это у меня такое? Что это? Масло. Это оливковое, наверное. А-а-а! Это странно. То, что творилось у Дианы, это НЛО было. Это просто что-то летало, что-то там крутилось. Она как-то на ноже подняла масло. Налила, поставила обратно. Отвечай, я такой смышленности от себя вообще не ожидала. Я там офигела. Думаю, ого, если я так масло нанесла, то я думаю, у меня все получится. Давай! Ложку возьми! Хорош! Граблями накалывай! Мне надо грабли, походу. Лежать! Да тебе сразу сказали. Я лица лишима, где ножом спину не уколола. Ярик! Да не надо. Под конец лучше добавить. Хоть будет, вкусно будет. Ну пусть чуть-чуть припустится. Давай нарезай. Бабоша, нарежь кружками, я тебе говорю. Ха-ха-ха! Сейчас, боже. Ну, а потом начнусь. Я туда зеленушку массу. У меня одна зелень на меня, вторая за поверхность. Третью я докидываю все-таки до сковородки. Когда дело дошло до этих перцев, я перец беру, перец у меня чуть не падает. Боже мой, как я молилась на перец, который у меня чуть не бахнулся с поверхностью, тебе не передай. Иди сюда. А-а-а! Нет! Нет! Она начинает и лозить вот эту листы на жому. Так, сделай здесь, и это вот так, а-а-а! А-а-а! Жестик, короче. Ну, я реально настраивалась. Я пыталась как-то приспособиться. Я понимала, что у меня руки трусятся, с координацией у меня полные проблемы, я ходить ровно не могу. Куда мне тут еще двумя руками удержать какую-то штуку у себя в руках? Это жесть была просто для меня. В принципе, нормально придумала, что надо разрезать пополам, чтобы там тот же кабачок или баклазан не катился, и просто его уже ровненько ножичком можно порезать. Теперь мне надо вот это, Ова. На досточку. Бабошин, почеши спину. Пока эти по одной штуке накладывали в эту сковородку эти баклажаны, Диана нарезала на целой кастрюле, на крышке кастрюли и крышку кастрюли высыпала, все, и там просто... Перец порезать полосочками, мот, пусть будет. Сердечко вырежи, Бабош. Никита, не время романтики. Родина в опасности. Чего не время? Прованс, рататуй. Я сзади. Это, понятное дело, был саркан. Потому что к Диане у меня отношение как к стулу. Абсолютно пофигистическое. Но иногда хочется его ударить. Моисеев, как дела? Ровно, четко, на приколе. Специи добавил, зелень? Да. Когда-то в детстве у меня была такая трость приблизительно такого же размера, только деревянная. Я хотел научиться боевым искусствам. Принянулся с этой тростью, то есть перекручивал ее. Все дошло до автоматизма, поэтому вот эти вот знания с детства мне сегодня пригодились. Никитос, возьми, пожалуйста, одну вот это, один крюк. Он неудобный. А? Он для этого неудобный. Я только что пробовал. И вот этот кусок на четыре части разрезай, Никит. Все, огонь, все, огонь, все, огонь. А, спасибо. Ну, мы же иногда набиваются подруги, но это было лишнее. Я как бы постарался успокоиться, типа все нормально, не надо, все огонь, все под контролем. Ну, зачем? Ну, меня это сбивает. О, отлично. Так, дальше, дальше, дальше. Никиту я назвала дедом-колхозником, потому что он реально издалека вот с этими вот сапками просто, с этими, с этими всеми приборами, он просто стоит, скорчился, эта борода издалека. Реально дед-колхозник стоит такой, пик-пик-пик-пик-пик, ну, чара, принеси кабачок, что такое вот. Никита действовал сегодня тихо. Все, он стоял там по-своему, рубал, как бы, никто на него, ни на кого он там, ну, как бы, свое кино было. Я помидоры хочу бланшировать. Никита молодец, никто ему не мешает, он тихо, спокойно все делает, молодец. Никита еще не молодец, потому что он никого не слухал, не взял себе в руки, он тут подготовил. Там, может, ему кто-то что-то подсказывал, а он никого не слухал. Я думал о том, я должен приготовить охрененно вкусный рататуй. И все остальное меня мало интересует. Я должен приготовить классный, вкусный рататуй. Все. Ярик, как дела? Что? Как дела? Я офигел. Я смотрел, как нервничал Ярик. Он всегда, он такой трус сам по себе. Он всегда очень нервничает, потеет. У него такая мимика ужасная становится, какая-то такая дебилотного характера, понимаешь? и, ну, просто. Там видно было, что человек просто нервничает. Преус, другой, что ты взял, олень и рога? Ярик, себе отцепи, а потом другое. Какие вы там разумные нахер? Я болела очень за Ярика. Очень болела за Ярика. Вот. И я сильно боялась, чтобы Ярика не выкинули. Ярик, баклажан порежь. Но сейчас режу. Не, не мешается, не мешается, Ярик, что-то там плохо. О! Там одни советчики собрались. Вот, и возьми в ту руку, и возьми в ту руку. Да иди, ку**ер, стойте, то стойте, пока стоит саловку. Все такие разумные, реально такие разумные, как рабы. Базилика много не ложи. Но он, как начало, с кирдусином. Что-то робил, что-то там, мы лыбачу, что-то под мишками, что-то там робил, что-то с гребетями, граблями. То есть, мы таки уверены, ну, он села. Сапкой сапав, граблями греб. Огородник стоит, цапки цапает. Ты туда, цап овощи, цап овощи, цап овощи, цап овощи, цап овощи. Цап овощи, цап овощи. Может, кубиком маленьким порезать, может, полукольцем. Тут, понимаешь, какие на**й полукольца, какие кубики могут быть. Как мне, два метра стол, короче. Я же с этим ножом достаю хорошо, конечно. Руки дрожат же, то я же не могу. Под двоем, начи пьяницей. Я растерялся, начи нарезать одним способом, потом другим. Я ему начал говорить, что, блин, если здесь уискачили, то кубиком нарезал, то дольками. Так нервы на пределе. Тут шей перец и упал. Цибулю не бачу, но она там сгорела. Ни кто мне не подхажет, я вообще нервничаю. Быстрее, лодинково работай. Давай, я как в танце. Та-рам, 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 та-рам. Дайте хоть спеть что-нибудь, а? Да, ёлки мать. Були моменты, когда она там, знаете, занадто, как на мой взгляд, заигрывалась, забывала, что она на битве чорных. И, знаете, там бывало, то танцюет, то нагнется, то там, знаете, что-то там, каже, сейчас спевать буду. И, извиняюсь, ну, спевать можно просто на обычном конкурсе, но не на битве чорных. Я как балерина. Опа! Опа! О! Вита Волочкова, давай! У тебя Димас научилась. То есть у Виты было время на пошутить. Для неё это каким-то стало шоу. Она распевала песни Наташи Королёвой. Она там крутила, вертела. А теперь ещё зеленицу рубай. Ещё рубай, рубай. Да, вот эту. Представь, что ты на меня злишься. Ты на мансырову злишься. Давай, рубай. О, давай! Диканька! Давай, давай! Знаешь, настолько у меня агрессия была, настолько злобленности. Думаю, ну, за что? За что ты сегодня против меня голосовала? Что же тебе зараза такая сделала? Понимаешь, мне так было больно, так было непонятно. И я рубала. Вот она уже была фиолетовая в крафте. Ну, как я её рублю? Рублю! Знаешь, эта диканька, вот на тебе по руке, на тебе по пальцам, на тебе по шее. Вот это суета. Ножами елось за что-то. То туда. У бабоши она как всегда давай жонглировать мисочками своими. Ну, как-то я тебе говорю, вот так. Ну, не то, что именно целенаправленно, а у неё что-то, ну, нервный кик уже сегодня я тебе говорю. Ты можешь по-человечески работать, бабоши, тебе не бы вы... Слышишь, Витя, вот в натуре, я бы посмотрела, я многое поддала, чтобы посмотреть, что сейчас тут делал ты. Слушай, я оскорбила, что там нету Витя. Отвечаю. Вот если бы Витя был бы сзади, я бы не взлетала сегодня вообще. Ну, я на колбу в спине торчал сегодня. Тут одна мисочка, тут другая я тебе. Тут соль, тут масло. Ну, короче, бабошинский хаос, как всегда я тебе, начинается именно. Было реальных пару моментов, что можно было подпроесть, втыкать свое блюдо, я тебе говорю. Ну, берет, ну, уже наряженная миска, ну, куда ты ее тулишь, нафиг ты ей пытаешься прожонглировать там по-веселому. Уже все, уже улыбок спадает на 30-й минуте, я тебе говорю, это уже не прикольно. Это был самый адский момент. Отвечаю, у меня чуть инсульта не было, у меня, наверное, на глазах в тот момент навернулись все слезы, когда он у меня вот так чуть-чуть-чуть, и я думала, сейчас все вот это упадет туда, где уже много чего уже лежит. Думаю, это был бы провал, я бы там вот так упала бы и рыдала бы, наверное. Боже мой! Диана! Не спеши! Роза, бей, сейчас воду всю потеряешь. А, нет. А, я плачу наделаю. Да хватит тебе воды! Да ханша, да. Хватит? Да. Хватит! Знаю, такое ощущение, что она по какой-то ведьме книге-рецепту делала бодягу какую-то, какая-то магия творилась. Там, я не знаю, Вера повелительница тьмы. была, понимаешь? Что она творила, это был дурдом. Опять-таки, дурдом. Как всегда у нее с борщом, с шоколадом на фартуках. Слава богу, стояли далеко, и она не могла испачкать этот фартук сегодня. Что она творит? Она тупо всталет. Бабошина, я тебе говорю, такой плойко-рукий ты человек. Такое впечатление, что Бабошина родилась здесь в пещере, и она бегала со спыстрем, но она и похожа, конечно, на аборигеншу. До такой степени она, как схватила эти крюки, начала нему эту сковородку мешать, что-то там дергала, резала, кидала, зас**лась в стол. Зас**лась так свиня. Разлила воду, разлила масло, масло пала туда, она что-то достала, что-то скидала, рубала вот так вот пополам эти топором, рубала кабачки. Она была, как аборигенша, как амазонка, как дыкаобразка, как дыкарка, как из пещеры, как из тайги, как из тундры. Накидывается, вот эти вот мазки огромные с этими палками, она ими орудовала реально, как люди в древние века вот эти вот бегали на полю Ваня. Возьми ложкой, нормально! Надо кто-то едет. Я ее убью. Я ее сейчас убью. Если бы оно грохнулось, я тебя отрешаю. Я бы тебя вот так развернула этот нож, и все, и упала бы. Клик она, блин, аккуратно! Возьми ложкой, обреби, это плохо какие-нибудь сотейник! Сотейник возьми, сковородку пересыпь. А, ну да, нормальная идея. Бабошина, ну ты дебил, я тебе говорю. Ладинкова 7 минут осталось. Лежу, допустим, на стол Ладинкова, у него полянка рядится, она пробует что-то, ну как бы так. И получается, смотрю, убитые овощи тупо с водой. Блин, ну, то есть, мне казалось, что Вита там в них варила те овощи. Ну, не тушила, а варила. То есть, блин, если сейчас это суть не заметит, оно как-то вкус его потеряет, ну, ты получишь за это. Давай, молодец! Молоток! Вот так! Вот так! Оно красиво упало! Нормально! Красиво, красиво, не спорю! Еще вот так ложи, вот под одну сторону. Теперь бери помидорчик, вот этот вот, да, вот этот, который ты брала. Да, да, вот этот. Да, и сверху на этот синенький клади. Аккуратненько. Только аккуратно. А я не согласна, я хочу маленькую кучку с перчиком. Смотрю на Ярика, Ярик уже стоит, ждет, уже мнется, стоит. Я говорю, ты ну презентируй уже, да, давай наряжай, именно покрасить. Попробовал! У Бабошина, ну все, я тебе говорю, метель и солнце, день чудесный, я тебе говорю, зима в голову пришла, наворотила кренделей, все. Худшей презентации в моей жизни еще не было. Мало того, что это были неаккуратно выкинутые тупо овощи на тарелку. Уже там этой ложкой ужасной, длинной повыбирала самые красивые куски. Мне нравится Бабошина? Да. Чесночок выложить, думаю, протушился надо. По презентациям, мне самая большая понравилась презентация Никитина. И мне она красиво так было сложное, кабачок на кабачок, и я не знаю, как он этими сапами, этими ножами так мог, блин, ну как это возможно, кабачок на кабачок? Время. Стоп. Пожалуйста, отойдите от ваших рабочих столов. Когда сказали, стоп, отойдите от своих блюд. Ну я себе задала вопрос, Ладненкова, ну ты справилась или нет? Ну конечно справилась, знаешь? Ну конечно справилась. зі своєю стравою до нас. Вітам. Мені подобається ваша задумка щодо презентації. Ці три елегантні кружальця соусу це могло би бути гарно. Але, на жаль, вони розмиті. Адже у вас на тарелці забегато рідини. Ви бачите це? Да-да-да. Чому ваші овочі такі водянисті? Ектор, я хотела, чтобы блюдо было сочным. Я, честно говоря, подливала и водички, и томатика побольше. Я не люблю, когда она суховата. Ну я как, знаете, по-своински, по-домашньому. Але є величезна різниця між соковитим і водянистим рататую. От і смак ваших овочів потонув у цьому водянистому коловороті. Ваша страва справляє неоднозначне враження. Тому повертайтеся з нею назад за стіл. Ей шок. Їй тут сказали нет, вона стала на своєм місці, я ревююзна уже глаза, слезати. Ми сьогодні не пекли еклери. Баба еклер сьогодні була не в своєм місці, не в своєй тарелці. Тому с рататуем, ну, це не, чуть-чуть не її поле ягоди. Виту возвращають назад, і тут мої сподівання починають потихеньку збуватись. Вита стається внизу, зараз, і все, потихеньку, зараз і потім скажуть, в конце Вита, помаши мені рукой, і все. Вита йде до дому, я молодец, поднимаюсь на балкон. Ярослав, пожалуйста, со своєм блюдом. А, вызываю от Ярика, Ярик стоїть, бледнягу ловить, і у мене вже там, які пальці ззади перебирає, мармелад, тройной уровень. Ярика трусить. Я смотрю, що ви нарезали полукольцями овощи, да, в основному? Ну, да, наверное. Ну, баклажан не совсем полукольцем. То я його почистюю. Да, я вижу, я хотела это отдельно отметить, что я не вижу кожуры баклажана, которая дает горечь. Ваши овощи не переварились, они не переготовились, но мне бы хотелось чуть больше вкуса. у нас есть некоторые вопросы к вашему блюду, и мы бы хотели посмотреть, что приготовили другие участники, поэтому вы со своим блюдом возвращаетесь пока на место. вернувся назад, стою и реально проклинаю сам себе, что ну, чем я хуже, чем я не знаю, чем ты, все стадо людей, что я тут стою, внизу, короче, бьюся за победу, тут выживаю, они там, чем я хуже. Диана. Что трапилося с вашей презентацией? Ну, в общем, с презентацией у меня были трудности. У меня сегодня с координацией были трудности, а презентация это часть координации. У меня эти руки трусились, а эти ножи еще больше трусились. У Бабошина озера Байкал я тебе говорю, разошлось на Зеленой горе именно такое. Ну, именно что-то с чем-то там, серьезная рубанина, еще та, которая присуща была во время конкурса, она еще оказалась воедина со всеми теми деталями, которые вот это жанрировались во время того же самого времени. Ну, просто взрыв мозга. Я не могу спокойно дивиться на цеплями и что-то Диане должно быть стыдно за это. блин, ну как так можно уже мы в 14-ке и уже так вот такую подачу подать. Если бы я пыталась бы убрать еще жир оттуда, мало того, что я туда его еле занесла, я не хотела этого сделать. Если бы я его оттуда еще попыталась убирать, я бы эту тарелку бы там разбила. Как вы додавали смаку вашей стране? Сначала я налила оливковое масло на сковородку, туда добавила базилика, семьян, розмарин. Это все у меня масло протушилось, оно уже было такое насыщенное вкусами. Потом я туда начала добавлять овощи, а чеснок, такий чеснок и уже другие специи я уже добавила, когда уже буквально пару минут протушивала овощи все вместе в собственном соку. Я не випадково запитав про смак перш не спробовать. Ваша презентація полностью зипсувала мое первое впечатление. Маслянистый смак ось что я очікувал почувствовать в вашей стране. Но мое первое впечатление виявилось хибным. Кількість олії правильна, овощи соковидые и нерозваренные, смак гармонийный. С эстетикой у вас сегодня не склалося, а от зі смаком навпаки. Цей білий фартух знову ваш. Конечно правильно. Бабоша по-справедливому подняли наверху. Она хоть и циркачет, но она по-своему знает, что она делает. Как бы совмещает вкусики свои женские делишки, дела, делунички. Да там на балконе бедные вот эти совмещники до последнего надеялись, что меня выгонят. Они просто жили этой идеей. А потом, когда меня подняли на балконе, они бедные себе вены поскрывали на заднице. Диану на балкон послали. Я понимаю, что и меня уже на балкон не послать. Менше шансов у меня остается остаться тут, на этой кухне. Тут просто взрыв мозга происходит. Ну что ж, Никита, прошу вас с вашим блюдом, идите к нам. Так, ну что, не хватает соуса. Это сразу же очевидно. Соуса, к сожалению, не было у меня. По ряду причин я добавлял местами воду, и весь этот соус вместе с водой выпарился. Было мало добавлено также томатов. Ярко выраженный вкус дает базилик. Ну что ж, такая мужская брутальная презентация, хотя чего-то не хватает. Нет соуса. Ваше блюдо визуально кажется сухим, безвкусным. Вот сейчас наступит тот момент, то есть либо я еду домой, либо я поднимаюсь наверх, и я уже начинаю нервничать. Ну вот знаете, когда я попробовал, к моему удивлению, вкус был потрясающий. Это удивительно, нет соуса, но сочные овощи. Снимайте фартук, молодец. подальше от него. Корона на Никите в любом случае пошатнулась, поскольку он в любом случае не ожидал, что он будет в черном фартухе. Для него не убудет, абсолютно нормально. Умеешь, молодец, сделал, поднялся. Сегодня я реально молодец. И я не стесняюсь это говорить. За порог бы зубами вцепился бы, но отстаял бы до конца свой блюдо. Я настолько в нем особенно верен. Витя, ну что случилось? Что вы плачете? Сейчас. Я сейчас соберусь. Все нормально. Собиритесь, пожалуйста. Блин, думаю, Витя, ну успокойся, жизнь все в руках. Ну ты так уже сколько прошла. То есть это я и не говорил, у меня мысли когда все было. Ярослав, Витя, без блюд, подходите к нам. Балкон, что вы стоите? Спускаетесь. Все-таки думаю, а кто же идет? Ярик и Левита. Такой момент был, ну блин, я не могу. У меня такого еще как с двадцатки, я еще так, ну блин, такого как-то интересного, так вот, так я не думал. Мені важко пригадати, коли ще на битві чорних було таке просте завдання, така пизнавана и легка в приготовлении страва, как сегодня. Рататуй, ну что тут сложного? Пять основных ингредиентов и вирная последовательность их приготовления. Это очень просто. А вы снимайте ваши фартухи. Ярослав. На початку конкурсу я наголошував, что в Рататуре важлива нариска. А что ж зробили вы? Ваши овочи навіть не порезані. Таке вражение, что вы их рубали сокирою всей ризной формы. Но мне впечатлило, что на такой отстанке и за допомогою этих незвичных нарядь вы смогли почистить баклажан. Что ж до смаку, то тут могу признать, ваша неохайна груба нариска зіграла вам на руку. Ваши овочи не разверені. Добре відчутно кожен ингредієнт, його особливу нотку. Вам вдалося довести страву до потрібного смаку. Тому ось ваш фартух. Ярик, когда вернулся в наши опять белые ряды, мне было крайне приятно. Это как бы нормальный чувак, нормальная компаха, все, давай. Я завжди учу, що готовати треба лише з гарним настроем. Але при цьому не варто плутати кухню з опорою чи танцмайданчиком. Ви ж сьогодні встигли і поспівати, і затанцювати, і пожартувати з балконом. Ви постійно відволікалися на щось. Воно і не дивно, що в якийсь момент ви просто втратили контроль над власною травою. Ви забули про пропорції. Все доливали, доливали води і дорізали, дорізали помідори і ось результат. Замість пружних і соковитих овочів у вас на тарілці переварена овочава маса з величезною кількістю рідини і водянистим присмаком. Мені прикро, але ця помилка коштуватиме вам місце в проєкті. Можна я поставлю? В той момент, чесно, я до такої стіпні ненавидила, тому що я проти неї голосувала, чесно. Я нічого себе чувствую винуватиме, тому що за мене вона пішла. Я считаю, що вона на мене дуже зла, чесно. Я чесно кажу, що дітка, викрати мене, що я проти тебе голосувала. Я себе буду довго ще мучити. Мансирова стала вийти, якщо когось хоронила, чи собака в неї померла, чи кошка, чи хтось померла у Мансирові. Мансирова вила, як сука на луну. Чесно. Отак вила Мансирова. Чесно, я так вийшу испугався, як на похоронах. Віта плачет, диканька зеї плаче, самвел плаче, женішка слезу пустив маленький. А мені реально на всіх їх пофіг. Плачте, не плачте, все, вже поїзд поїхав, треба було раніше думати. Дивіться в наступній програмі. Минимання. Марш! Є ціль, немає порошку. Дивіться в наступній програмі. Дивіться, давай! Тому не жариться! Хто на поїзд опоздав, хто до бабусі не їде. Давай, Оксана! 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 Оксана, вперед! Я не можу піхатися, я не можу толкатися, я не можу хамити, я не можу матюкатися. Ха-ха-ха! Титаня, нет! Титаня, ну я щас іду! Капец! Титаня! Убей меня, лодочник! Що там? Що? Три блюда за 20 минут. It's impossible. Твою дизвину! Ха-ха! Господи! Это нереально! Твою мать! Подождите, ну, пожалуйста! Господи, мозг, работай! Пожалуйста, я никогда нічого не просила! Сьогодні у нас з вами особливі гості. Нас начали бомбити, ми прятались в погребі. Восім днів. У мене там осталась дружина школа, її розбомбили. Ми повинні були їм угодити, щоб вони наїлись, щоб вони почували таку заботу, щоб чуть-чуть їм дати добра. Уже ругатися возле дітей – це взагалі гріх. Ну що, воду не треба сливати, а то сухо. Ну я тебе кажу, сніміть! А я шо, солью? Жені, все условия. Так теті Тані, що, роздість треба си щось! Ви че, давай не пі***й! Тоня фіалу, що так вважається в раху! Ребята, успокоїлись! Не пропустіть! Редактор субтитров О.Голубкин Коректор А.Егорова